Мы рады вас приветствовать на нашем семинаре, в котором будет проводиться в Академии Телесных Ларисов нашим преподавателем-президентом Олегом Овдином. Пожалуйста, приветствую вас. Это я. Я телефон просто подключаю, чтобы не мешало. Вам тоже советую. Значит, смотрите, давайте знакомиться. Меня зовут Олег Овдин. Как вы уже знаете, наверное, видели ролики в интернете. Да, вы все сейчас в интернете пришли, да? Видели, да? Не все. Кто-то там. Я в массаже давно, уже более 10 лет. Много познал на практике, больше, чем где-то обучаюсь. И в этом цель нашей школы. К школе подошел я тоже совершенно неравно. Мы ее организовали буквально вот-вот, пару месяцев назад. Дело в том, что пошли запросы от людей. Ну, давай, Олег научи нас. Научи, научи. А мы этому. Я думаю, а что я буду учиться? Научи. Давай я. Всех сразу научу. Давай, альбинезу школу. Не просто школу, а целую академию, которую я назвал. Так, ну вот это вот Альфа. А это Академия ТОП. То есть Академия Телесно-Ориентированных Практик. И в этой академии мы преподаем не только массаж. Почему называется Телесно-Ориентированной Практики? Потому что это на самом деле все, что связано по работе с телом человека. А в тело человека я включаю не только его физическую оболочку, но и астральную оболочку, ауру. То есть работа на тонких планах, с душой и также с разумом человека. Потому что я считаю, что разум духа тела это единство такое неразрывное. Соответственно, по массажу там у нас будет около, ну сейчас уже насчитывается 33 вида массажей. Только себе можете представить. Я сам иногда посчитываю, посчитываю и удивляюсь, как так может быть. А там еще добавляется, 34-35 вид какой-то. Плюс всевозможное банное парение, обертывание, пилинги, закаливание. Все, что связано со здоровьем, все, что связано с гармоническим развитием личности. От бытовых наших условий, до того момента, когда мы растем над собой, над этой жизнью и над этим окружающим сосумом, который просто на нас давлеет, как иногда на физическом уровне охрана защищает, а потом вот так вот давляет иногда у нас в этот быт, в эту суету, в дрязги всевозможные. Давайте вот без этого войдемся. Давайте просто будем на взлете повышать свою квалификацию и знания от этого мира. Ну, это вот я коротко как бы представил, что я из себя являюсь. Сейчас я подробно расскажу, в чем смысл здесь этой школы, даже покажу на некоторых из вас. Давайте немножко познакомимся, расскажите, кто вы, может быть, кто-то из вас уже обладает какими-то телесно-ориентированными практиками, может быть, кто-то даже работал в этой стезе. Ну, давайте вот по очереди начнем. С вас очень коротко. Так, интересно, раз ты прошел, Зачем ты еще раз пришел или что-то новое? Ну, посмотреть, кого я уже не увидел. Так, понятно, Денис, а вы? Наталья, ну, массажем занималась, как бы, давно. Сейчас не практикую, но более энергетические стали. Виды лечения. Видеете, делаете, да? Это связано с Рэйк или? Рэйк, ТБВТ. Да, понятно, а вы? Ну, дополнить. Ну, я немножко. Улыбайте. Больше биоэнергетика, космоэнергетика, Рэйк. Да? У вас открыты каналы? Да. Есть. Да. У меня были у нас сегодня сертифицированные специалисты все. А вы? Есть. Массажем я занималась. Массажем? Таким, но руками это чуть-чуть. А сейчас вы хотите научиться именно массаж? Именно, чтобы не просто ты держал, как говорится, люди, ну, что ты рукой держишь, да? А что там у нас с тобой? А что там у нас еще есть? А что там у нас еще есть? Правильно. Да? Отлично. Отлично. А вы? Я массажем. С высоким стажем. Ну, мне даже не надо. Пришли меня проэнспектировать. Нет. Я развиваюсь, мне интересно. Новое направление, да? Ну, у вас классический массаж? Ну, восточная практика, еще тайский массаж, и индийский массаж. Ага. Я участвовала в фестивале восточных массажей, и там тоже было у нас телесное ориентирование. Ну, познаний не так много осталось после этого. А, то есть давно проходили, да? Ну, в 13-м году я летом. Ой, ну, недавно. Ну, я просто к этому не возвращалась. Практики, мама. Да? А у вас? А я просто вместе работаю. Какого отношения к массажам? Просто по-разному. Хорошо. А вы? Я сходил на курсы, массажемер называется. Академия или как? Мир массажа? Да, и Мир массажа. Международная спа-школа? Да, да. Там прошло общие курсы. Академия или как психологическое наживо? Это по пластике лица. Ага, в общем массаж, пластике лица. Но хочется знать больше, да? Это всегда похоронено. Так, Александр, вы познакомились? Ну, я работаю на средстве. Работаешь за процент. Ну да. В салоне? Да. У тебя классический массаж? Ну, может, так сказать, да. И чему ты хочешь научиться? Ну, я с ней натильной. Телесной натильной практики – это слишком широкое понятие. Я туда уже говорил. Заталивание входит и все остальное. Ну, понятно. В общем, прогрессируешь, хочешь, просто, да? Профессионального. Так, а у вас? Меня зовут Светлана. Ну, я еще настолько интересна на начале пути. Буду только интересна застажа. Ну, как всем своим знакомым переделала его. А так, профессионально, мне это хорошо. Ну, вы как переделали? Инклютивно что-то там делаете, да? Ну, нет, я видео всякие смотрела так. Отлично. Светлана. Вы выбрали по адресу. Как вас? Юля? В салоне, что он вкусу насаживает, что он в колледже, этот сервис. Работал в салоне. Ну, как работали? В салоне работали сейчас? Нет, работали. Не понравилось, что жило? Нет. Просто я на полгода ушла на другую работу. У меня это летом. В туризме. Ну, честно, мы говорили, возвращаться в салон не очень. Так, ну а сейчас хотите повысить тоже свою инфекцию, да? Ну да, скажи, что-то много интересного, да. У каждого что-то свое, все по-разному. Вот именно, все по-разному. Юля, да? Так, давайте. Стало интересным, увидел, только поэтому приехал. Ничего больше не слышал, увидел и план. Уехал, выехал в последний момент, два часа до начала семинара. Интересно, где такие люди? Только чуть-чуть увидели, сразу интересовались. Ну, просто именно от нас бывают, да, какие-то моменты, которые интересны посмотреть у кого-то. То есть, может быть, какие-то нюансы для себя подчеркнуть, можно что-то новое увидеть. Только из одного нюанса. А ты говоришь, нету людей. Нет, у меня один нюанс, естественно, просто посмотреть, что, ничего, отчего. Понятно. Так, а вы? Меня зовут Евгений, я с детства увлекался массаром, у меня бабушки и дедушки делал. Закончил также курс массара и сейчас ушел, чтобы узнать, что за новое, что за новое. То есть, тоже профессионал. Вот мне всегда интересует, почему? Почему? Одно я. Да? Ну да. Почему профессионалы массажа реагируют и хотят больше знать, а новички как-то не так спокойно относятся. Ну, вы все попали по адресу. Смотрите, сейчас вот у нас глядет, как за два дня получить высокодоходную профессию именно массажиста. Авторский тренинг Олега Лопогодина, меня. Это мануальный массаж. То есть, такая техника основана на классическом русской школе массажа, но с интегрированными всевозможными техниками, которые я отработал на практике. И именно я понимаю, что они наиболее быстро влияют на человека, на пациента. То есть, не надо иногда знать, там, 50-градный скол, достаточно вот пройти одну, чтобы максимально эффективно вы смогли уже сразу же, там, буквально через 2-3 дня начинать зарабатывать. И этого достаточно. Там есть и точечные у нас процедуры, и мануальное воздействие, и всевозможные растяжки, элементы тайского массажа. Ну, плюс к этому у нас там еще присутствуют не 2 дня, на самом деле, а 3 дня. Третий день – это ВИП-день, который... На котором мы даем конкретно точки, мануальный массаж, обертывание, что там еще, всевозможные поющие чаши, как называемые перкуссионные техники с бамбуковыми палочками, бамбуковыми вениками, тоже которые максимально быстро дают результат. То есть, избавление от целлюлита, восстановление сил, свежести у спортсменов, у воинов, так скажем. Это вот конкретно будет на следующей неделе. Что с собой представляет вот эта вот сама по себе школа? Ну, во-первых, это не только обучение массажу. Обучение массажу у нас называется альфа-топ. Ну, кроме того, мы еще и трудоустраиваем людей. Например, у нас есть такие кабинетики, где можно сразу же получить сертификат. Кстати, мы там выдаем сертификат после экзамена. То есть, буквально на следующий день, на третий – это достаточно быстрый экспресс-метод, чем мы в основном отличаемся от других школ. По получению сертификата вы сразу можете продоустроиться. Кроме того, таких кабинетиков у нас будет организовываться по городу Москве многое. Да и вообще мы не имеем никаких ограничений территориальных. Мы можем в любом городе выехать, провести тренинг, поставить своих людей, трудоустроить. Открываем такие салоны, ну, в общем, неважно где. Хоть в Бангкоке, хоть в Перу, хоть в Сочи, хоть в Крыму. Меня Питер интересует. Меня Питер интересует. Да? Да. Вот, набирайте для нас группу в Питере, выезжаем и готовим ставить. Вот, кроме этого всего, эти же кабинеты, они будут расти до такого салонного типа, который не является спа-салонным, в прямом смысле слова. Потому что здесь больше, ну, спа это косметические большие услуги, в народе как бы принято, да? У нас здесь больше услуги, связанные с телом. Это всевозможные обертывания, грязевые ванны, там, нефтяные ванны, там, какие-то еще разные техники массажа, когда человек приходит, и он там проводит полдня практически, вот, разные кабинетики, разных специалистов мы можем готовить. И все это я называю ВЭПС, сокращение от английского, от аббревиатуры английских слов. ВЭЛМУС ЭКО БИО СИСТЕМА. ЭКО БИО, это тоже с этим связано, потому что там еще и здоровое питание. То есть там человек и омолаживается, и следит за своим весом, за гармонией своего тела. То есть это целая система, система оздоровления, понимаете? То есть нет смысла перейти просто к одному мастеру, вот такого вида, да? Он произвел себе массаж. А человек попадает на курс. Кроме всего прочего, у нас есть еще ресурс, но он только будет развиваться. Альфа-масса-рест.ру Сейчас он пока существует в ВКонтакте. Это такой ресурс для массажистов, для, ну не только для массажистов, для тех, кто у нас обучился. То есть они могут себя дисциплинировать. Мы раскручиваем этот ресурс, а вы сами там можете вывешивать в свою портфолио. Причем у нас есть система обучения. Вот вы попали на трим, который называется «Как заработать на массаже». То есть мы обучаем не только самим практикам массажа, да? Я, по сути, являюсь еще и маркетологом, и художниками, и дизайнером. И, соответственно, я там пишу книги о том, как еще повысить свою квалификацию, как найти клиента прибыльного денежного, как увеличить, ну, в общем, количество своих услуг и так далее. И все для вас вот там мы будем готовить, где вы можете бесплатно зарегистрироваться. И мы бесплатно этот сервис будем раскручивать. Кажется, таких сервисов полно в интернете. Вы, может быть, видели, да? Кто-то где-то даже наверняка регистрировался, но это ни о чем не говорит. Любые маркетинговые инструменты надо правильно использовать. Для этого их надо грамотно расслучивать. Тот же самый Авито, наверняка, знаете, появился достаточно недавно. Обычные доски объявлений. А были ли они до этого в интернете? Да полно. О, что? Сто двести сайтов, каких-то знаков. Ну, Авито всегда перейдем. Потому что очень грамотно все это построил. И теперь все люди идут в объявление класть именно там. Так же и вполне вот у этого ресурса такое же будущее. Если грамотно раскручивать, он опередит. Это я вам гарантирую. Все остальные подобные ресурсы. И вот, когда я все это продунул, я понял, что на самом деле, как заработать на массаже, это такой пазл, состоящий всего буквально из трех элементов. Я нарисую его такими треугольниками, отвечающими на вопросы, что мы делаем. Отвечающие на вопросы, как мы делаем, как или где. И отвечающие на вопрос, кому мы делаем. Когда мы начинаем на эти вопросы отвечать, вы волей-неволей уже сами приходите к некому ответу. Кому вы делаем? То есть, какую клиентуру вы рассчитываете? Кто-то хочет делать детский массаж, кто-то хочет только для беременных делать. Для женщин или для инвалидов, церебральным параличом. Или для богатых дядей с рублевки. Или там, ну вот, чем вы сами можете выбирать для себя. Когда вы задаете такой вопрос, вы начинаете понимать, если для этого клиента, для этой целевой аудитории, мы что-то предлагаем, то что мы предлагаем? То есть, конкретно что изучаем? Какие техники мы им можем предложить? Опять же, приходите, что изучаем сюда в альфа-топ. Потом, как мы это предлагаем и где мы это предлагаем? То есть, условия массажа такие, что за эти два дня вы, в принципе, можете стать специалистом, и вам для этого не надо никуда идти, по сути, устраиваясь на работу. Процент, корочки какие-то. Вот обычно части там спрашивают, а как же, надо же там медицинское образование, а надо же там медицинскую карточку завести, а надо же что-то еще. Да, если вы идете в медицинское учреждение работы за копейки, то с вас потребует целый список вот таких вот этих документов. Но на деле я сталкиваюсь с тем, что недавно был разговор с фармацевтом. Ну, я по всему сказать, разговаривался, он такой, о, я вижу, вы, наверное, доктор. Я говорю, ну да, доктор. А как же вы там работаете, сколько зарабатываете? Я говорю, а ты там, сколько учился? И он начинает перечислять. Шесть лет в институте, два года там он лаборанта проработал, практика какая-то, еще два года, это, как это называется, аспирантура, интернатура там, да, еще что-то. И мы это считали, 12 лет. И в итоге он устроился работать фармацевтом за какие-то там 500-700 долларов. И он у меня спрашивает, а ты сколько зарабатываешь? Я такой, думаю, а больше не знаю. Это макуец. Мне стыдно ему сказать, честно говоря, в глаза будет стыдно смотреть, что я за два дня обучился и зарабатываю 600 долларов в день. Как это вот? Он 12 учился, а я два дня обучился. Понимаете? Вот нелогично. И это на самом деле правда. Потому что сумма, ту, которую вы можете попросить с клиента, она резиновая. Она резиновая. Вы можете ту же самую процедуру проделать и за 500 рублей, и за 5000 рублей. Все зависит от того, кому вы ее предлагаете. Понимаете? Ребенку за 5000 рублей, конечно, он не сделается, да? Но какому-нибудь олигарху вполне это можно сделать. Вот я вам покажу просто свой пример некоторые из практики. Артемий Троицкий в 4000 рублей за один сеанс платил. Ну, это шоумен значимая. Не даю. Так, вот есть еще Олег Митяев, моя тезка, 3500 за один сеанс. Дмитрий Дюжев, 4500 за один сеанс. Галина Петровна Азарова, это заслуженный учитель из СССР и России 3600 за один сеанс. Геннадий Хазанов, 5, 6500 за один сеанс. Цена, как видите, разная. Леонардо Миньян Марти, это вообще на один день в Россию приехал певец оперный из Мексики. Я у него был на концерте, сразу договорились, тот же под концертом, я ему сделал массаж, я его столько уже заплатил. Представляете? Клиенты есть везде. 2500. Это Николай Баксов, не Басков, а Баксов. Двойник, это официальный двойник. Его, после этого сеанса, мы с ним подружились. Владимир Жириновский, даже ему делал, 10000. Стоил один сеанс, только представьте. Валерий Гаркалин, Гаркалин актер, 9000. Ну, всех не буду показывать. Леон Газманов, 5000. Ну, в общем, конечно, не все соглашаются сфотографироваться и вообще дать какую-то информацию себе. Это далеко не весь список людей, но тем не менее, что я хочу вам сказать, что вход в этот бизнес, особенно для новичков, он достаточно простой, и надо заканчивать огромные факультеты. Если вы работаете остеопатом, конечно, вам для медицинского учреждения понадобится ординатура остеопатии и неврологии. Правильно? Здесь мы это называем, ну, юридически, как к этому подойти вопрос, это можно назвать не медицинским массажем, а гигиеническим массажем. Фактически, вы избавляетесь таким одним словом от всех вот этих бумаг. Вам ничего не нужно для этого дополнительно искать и дополнительно проходить. Естественно, вы можете работать сами на себя, и этот бизнес в этом прекрасен, потому что с чего начинал я? Ну, буквально, имея какие-то шорты, майку, я приходил к соседке в квартиру, бац, опа, я массажист, давайте я помассирую. И мы начинали работать, и начинали с первой клиенты, начинали с какие-то первые деньги. Они, конечно, были маленькие, конечно, не такие суммы, как вот эти люди. Но, понимаете, вход в бизнес вообще минимальный, не надо тут никаких офисов снимать, снимать секретарш, специальных телефонов, понимаете? Достаточно, может быть, визиток, сделать себя за 500 рублей. И проведите вот один-два таких курсов. То есть, понимаете, это доступность. Это доступность люди не знают. И когда я нарисовал вот этот вот треугольник, этот пазл из трех элементов, я подумал, так, а что же отвечает на все эти вопросы сразу? Это вот альфа-тол, обучение, да? На вопрос, что преподавать? Кому преподавать? Там тоже есть курсы по маркетингу для массажистов. Потом салоны ВЭПС, это вот где работать и кому это делать, например, да? Или отсюда вы можете клиентов найти. Как это делать? Это зависит полностью от вас. Вы можете работать сами на себя, хотите на процент, хотите уехать вообще в другую страну, там работать, хотите открыть свое ИП, хотите, можете, свою фирму открыть. То есть, вот такой ресурс. И когда вы начинаете, я назвал этот треугольник магическим кристаллом бизнеса. представляете, я когда посмотрел, действительно, почему магический? Ну, когда вы отвечаете на этот вопрос, уходите по кругу, и вы понимаете, что все вопросы лежат внутри вот этой системы. Внутри вот этой вот системы альфа-топ. Когда я это понял, я упал на колени, я думаю, боже мой, а люди до этого не знают. Надо им это рассказать. Надо подготовить для них тренинг. Но другая моя темная сущность сказала, не говори, это моя премьерность, это мой кристалл. Но добрая моя половина возобладала, над этим и сказала, нет, мы расскажем всем, мы будем вести курсы, и сегодня вот у нас только что закончился один тренинг, и сразу мы перешли к другому мастер-классу, который вы видите, мы сейчас переводим из помещения в помещение. Это о чем говорит? О том, что тема интересна, людям это надо. Кто-то об этом услышал, вот буквально там сидел парень, сказал, что один ролик уже заинтересовался, понимаете, людям это надо. Соответственно, вот на этом, на этих трех основаниях строится этот бизнес. Согласна, что для любой устойчивой фигуры, пирамиды, нужно хотя бы три точки для стола, стула, бизнеса. Три точки это основания. Согласны, да? И этого, в принципе, достаточно больше, чем вот это здесь дано. В принципе, вам не нужно. За то, что вы сегодня пришли, вам уже подарок. Можете оставить свой e-mail и получить вот такую книжку «Как заработать на массаже». Я ее написал буквально недавно там на Озоне. Она лежит, не помню, 350 рублей или 400 рублей. Вы ее получаете бесплатно. Кроме того, там у меня для вас еще есть некоторые подарки. Сейчас в конце мастер-класса расскажу. Ну, и хочу показать. Кто-нибудь хочет, чтобы на нем продемонстрировали массаж? Вот девушка первая поднялась. Давайте попробуем либо мануальную терапию. Кто вы хотите? Шалко, что это был парень, который хотел посмотреть атлант. Я поняла, что ему это все как бы неинтересно, но а те люди, которые действительно хотят поменять или сменить прописи, или дополнить, или что-то сделать такое, это очень актуальная тема и реальность. Я сама массажист профессионал с большим опытом работала. Я пришла к левому, потому что я увидела в этом пациент. Мне тоже прикинули мои пациенты и говорят, Таня, покажи, вот я буду вести семейный массаж и ставить руки и ставить руки в течение двух часов. Я за час это делала с моим пациентом. То есть муж с женой приходит, жена с мужем. Я именно этой женщине, именно с ее заболеваниями сопутствующими, хроническими, или в данном моменте, ассехондрозы, антисулины, все, что хочешь. И ему тоже самое. Ставлю ее руки и его вот так. Без сертификата, чисто семейный и для себя. Молодежный массаж очень интересный для молодежи, чтобы знать, как работать со средними вторыми парами, партнерами, женами, мужем. Чуть-чуть детских массажей. Да, вот познакомьтесь, это наш второй специалист, мы преподаем с некоторых пор вместе, Татьяна Мамренко. У нее опыт работы более 20 лет спа-мастер высшей категории международной. Очень много где побывала, в фестивале там выигрывала и так далее. Так, мы сейчас вернемся к нашим девушкам. Значит, смотрите, опять по поводу входа в бизнес. Это настолько иногда бывает финансово безопасно для вас, что вот у меня есть такие клиентки, которые ради меня покупают сами столы. у них есть дома масла, они сами заготавливают специальные, те, которые я скажу, чтобы мы мешали, получали некоторые аромакомпоненты, аромамасла. И, соответственно, я к ним приезжаю на все готовое. У меня с собой буквально сменная одежда, шорты, майка, и уже можно будет уже, понимаете, зарабатывать. кроме того, по СЭС для кабинетиков вам обязательно нужны душевые кабины, вам нужны прометровые помещения, вам нужны всевозможные полотенца, простыни. А скажите, у кого это дома нет? Это есть практически у всех дома. То есть практически, понимаете, мне не нужен массажный кабинет для того, чтобы делать. Достаточно приобрести некоторые навыки, которые вы тут же можете применять в этой жизни, в своей практике. причем эти навыки они же с вами будут до конца жизни практически. чуть-чуть вы там можете, может быть, как вот на велосипеде научились кататься, но был долгий перерыв, но плохо проедете. Но, подгноровавшись, опять установите все это, понимаете? Эта моторика остается в ваших руках, и вы постоянно всю жизнь сможете этим зарабатывать. Например, был такой случай, когда я отдыхал в жарких странах и потратил все деньги. Ну, с молодежью бывает, на рискотеках. Оказалось, что осталось три дня, а у меня нет никаких ни сувениров, ни подарков. Ну, что-то вот хотелось прикупить. Я думаю, вот лежу на пляже, думаю, ну, что делать, что делать? У меня осенило. На бумажке просто написал делаю массаж, там, я не помню, какую-то фразу еще приписал, и воткнул рядом с собой на пляже. Здесь не больно? И что вы думаете? Люди стали подходить, ну, сначала с шуточками, конечно, с прибавыточками, но когда я стал объяснять, вот, а у тебя сколиоз, давай, подправлю, а у тебя там жировка сидит, давай, уберу, а у тебя там попку давай формообразующий массаж делаю, поставлю на место, подтяну, и люди потихонечку начинали понимать, что да, действительно, с ними говорит профессионал, что это хорошо, что они получают какой-то результат, и тут же сработало сарафанное радио, тут же буквально на следующий вечер люди пошли, и я заработал столько денег, что меня потом с подарками не пустили в самолет, представляете, 15 килограмм я с собой набрал все возможных этих подарков, ну, просто я люблю там украшать квартиру из поездок. Вот, относительно техники массажа, я добавляю сюда компоненты мануальной практики, мануальной коррекции, во-первых, сразу диагностирую и проверяю позвонки, остистые отростки, вот эти, которые могут друг относительно друга немножко быть повернуты, и смотрю, где мышечные зажимы есть, где есть спазм, вот, например, вот конкретно, вот здесь есть. Здесь болит? Юля, да? Ну, сейчас нет, а вообще-то, давай. Вот, ты, видимо, сутулишься еще, да? Ну, она сутулиться не как обычно, да, вот, примерно с этой выпуси начинает, а вот с этой выпуси начинает, то есть тот же сидит, заваливаясь, и за это у нее вот тут, вот, вытирают вот эти вот косточки. И вот тут идет напряжение мышечное. Мышечное напряжение пойдет под лопатку, что будут болеть еще вот здесь. Здесь, одно. Во время массажа мы уже можем какие-то применить методы, когда поправим косточки, поправим позвоночник. То есть, это не есть так называемая мануальная терапия, которую многие боятся, когда сворачивают шею там, да, или когда жалобы бывают. Ой, он мне там что-то косточки сдвинул, позвоночник сдвинул, и у меня потом очень плохо, ничего назад не восстановилось. Ну, Юля, выдыхаем. Вот, это я растянул и позвоночник. Не всегда есть хруст, и в принципе, нет смысла его ждать, и специально как бы его от пациента требовать. Давай, как бы, хрусти, ломайся, не в этом цель, не в этом практика. А практика в том, ну, не всегда он происходит, он иногда бывает внутренний хруст. Вообще, по поводу вот этого хруста, вот этого феномена щелчка такого, это один разговор, я, может быть, на тренинге вам расскажу, для чего это делается. Да, все вообще не в порядке. Поясница. Не больно здесь? Далее мы будем проходить на этом тренинге за два дня и в принципе мануальную терапию тоже и лимфодренажные техники и техники тайского воздействия на организм. Дорожьи и броничьи, да? Вот. Какие у вас есть вопросы? Мы что-то начнем забывать. Грыжа. Будем ли мы от нее избавлять? Ну, в принципе, опыт нужен, конечно. Допустим, у щеной вот от головы вот здесь вот идет какой-то человек в руку музыкант. То есть у него ставит Паркинсон, там отсутствует Паркинсон, 100% для руки. Ну, смотрите, как таковую грыжу, чтобы ее вылечить, вытянуть или втянуть или как-то ее вправить. Это на самом деле все миф. Это делается до какой-то степени. Очень много людей живут с грыжей разной степени и, как правило, всевозможные там вытяжки, они даже вредят. Есть там 4-5 способов, которые используют иммунальные терапевты и кто-то еще. Как правило, не всегда это идет на пользу. Но что мы добиваемся? Мы добиваемся с помощью мануальной коррекции добиваемся ремиссии, длительной ремиссии и человек может с грыжи жить и еще плюс 50, 70, 80 лет. На энергетическом уровне допустим, я ее высушу. А, вы хотите на энергетическом уровне? Я уже убираю, допустим, а мне нужно еще чтобы... Да, вот именно. Вы делаете приводить организм в порядок так, чтобы у него нет лишних перенапряжений, перенатяжений, с одной стороны перекосов мышечных, да, и организм возвращается в длительную ремиссию, когда боли не испытывают. А дальше можно завершить именно энергетическими техниками, да. то есть об этом мы тоже будем говорить. Так, еще какие вопросы у вас есть? Например, в чем разница? Ну, вот вы сейчас растите на позвоночник, а еще обычно это делают в сторону. Как это правильно вообще или неправильно? Ну, когда другой человек берет, там тоже, говорит, выдохай, хватает, да, под руки и предпринимает. Да, да, это правильно. Все методы хороши. Одни просто из них некоторые помягче, некоторые пожестче. Это вы индивидуально решаете с каждым вашим пациентом. На столе я считаю прямолинейные техники. Когда стоит делать, это чуть помягче. Можно делать сидя, можно делать в воде даже. Просто когда вы начнете обладать, вы начнете понимать, что даже неправильное наложение рук на сегодня просто приходите внимательно. Получается все равно, все равно получается, все равно есть результат. Я, ну, знаете, как в погонении играл на застыне, да, и, в принципе, профессионал, когда он знает классику, да, он может потом уже мотивировать по-разному. Он может на этой скрипке играть и так, и за спиной, и в ноги поставить, и за головой, и в нем все равно получится произведение, все равно получится некоторая гамма. Да, так же и тут. То есть вы, обладая этими техниками, потом вы можете использовать как угодно. Это не имеет никакого значения. Лежа вы делаете, сидя делаете, или стоя. Вот, ну, например, для лежачего полицейского, пациента, мы его накроем и немножко понажимаем. Юля, ты не против? Вот за два дня это же невозможно научиться чувствовать, что нужно вообще. Да, вот, очень правильный вопрос. Можно ли за два дня вообще это изучить и научиться чувствовать? Нельзя. Но является ли это обманом? Каким это обманом не является. Дело в том, что навыки, которые вы приобретаете, неважно, за сколько вы получаете их за один день, за два месяца, за полгода. Есть курсы такие, которые два года идут, там вообще 150 тысяч люди платят или 200 тысяч. По сути, не там, не там, вы ничего точно не приобретете, пока не начнете это все отрабатывать на практике. Только с практикой через два года приходит осознание в пальцах вашей моторики. Я иногда уделываю просто закрытыми глазами, именно для того, чтобы подключить мозг и понимать чувствительность рук, что я делаю. Куда я нажимаю? Сейчас я это более подробно покажу. Давай еще раз выдох. Не мешает спираться голова? Нет, нормально. Юля, я тебя чуть подвину сюда, надо, ладно. Голову из дельки вынимаю. Внимаю, вынимаю. И вот так мышка. Сейчас вот этот вопрос как раз чуть-чуть больше. Правильно я вам покажу. Смотрите, люди как получают знания обычно? Ну, вот, купят какую-нибудь книгу там, да? Ну, естественно, имеется в виду художественная книга Дмитрия Маккейсера, да? Не женский роман, а обучающий. какой-нибудь там книга-тренинг, например, да? Из нее остается у них в голове ну, буквально 5-10% через 2 недели, а через полгода там будет вообще меньше. допустим, я напишу 3%. 3% реализации идет из книги. Что лучше, чем книга? ну, какое-нибудь видео, например, да? CD, аудио или DVD. Посмотрели, научились, если не практиковали, то у вас останется процентов 10 внедренного материала в жизнь. Лучше этого, например, семинар. Когда вы конкретно присутствуете, ну, как здесь, либо там мастер-класс, да? От него остается процентов 15-20. Ну, почему пока 15. Если вы идете на тренинг, то после него у вас остается внедренного материала в жизни 50%. Все равно со временем это забывается, опять же, если не практикуете. среди нас присутствуют такие люди, давно что-то обучали, обучались, изучали, но они не практикуются, у них со временем все меньше, все меньше, слабее, да? Но есть ли выше что-то этого, как думать? Есть такое понятие, как воркшоп. Чем отличаются от тренинга? Тем, что на тренинге вы конкретно вам ставят руки, вы изучаете техники и непосредственно уже понимаете, что и как делать, да? Навыки вас внедряют, а на воркшопе не только навыки, а и способ внедрения. Я был на таких воркшопах, где сразу человек звонил по телефону и тут же вечером договорился с клиентом, я ему тоже приходил заказ и уже ночью получал деньги. Понимаете? Буквально сразу на тренинге все это решается. Соответственно результат от этого процентов 85, я не напишу. А если еще выше что-то есть, когда вы сами становитесь тренером, вы уже получаете примерно процентов 100 внедрения техник ваших в жизнь. Дело в том, что тренер, он почему он тренинг 100% в отличие от книжки? Потому что он сам и готовит материал, и общается с клиентом, и получает обратный отклик, и понимает, что нужно людям подготовить. И все время в этой теме он находится. Он тренирует себя сам. Не то, что как-то работает на себя сам, а он же еще и тренирует себя сам. Он получает значительно больше от этой жизни. он получает 100%. Ну, кстати, вот в этой Альфа Топ мы тоже тренируем тренеров. То есть попав в эту систему, он может стать не только здесь, или здесь, или здесь, а вы часами, может быть, станете тренером. Мы вас подготовим к этому. И, соответственно, тренер, это конец вот этой иерархии или нет? Наверное, нет, наверное, что-то еще выше есть. Выше есть мастер, который получает от жизни больше, чем 100. Спрашивается, а вообще это реально? Как может быть больше, чем 100? Может быть. Он получает 200 и 300 процентов. Дело в том, что когда человек идет вот отсюда, ходит на всякие там школы, книги читает, он идет снизу вверх. Его знания идут снизу вверх. Конечно, здесь самые дешевые, самые результаты, маленькие. Чем вы хотите больше результатов, тем ваши вложения должны быть дороже. Это и финансовые вложения, и временные, и любые энергетические затраты ваши, и рабочие затраты ваши физические, я имею в виду. То есть, больше вы тратите, но и больше у вас остается, больше получаете. Мастер, он уже не получает из-за этой системы. Он уже все давно прошел, он уже получает информацию свыше. Если, например, кто-то выше мастера, если такие летят, я вам скажу, это пророки, которые от жизни получают даже не 300%, а бесконечность. Его не интересуют все вот эти вот вещи. Такие люди, ну, есть звонки, фамилии, которые мы знаем, Иисус, Мудамед, Будда, там, Мухаммед, допустим. Да, Мухаммед, ну, Мухаммед, вот Мухаммед, как один тоже. Их там сотен, на самом деле, таких людей, и еще тысячи есть, которые это используют, несут знания в народ, но они просто не освещаются в книжках ярко, да. В принципе, вот я сейчас тренер, да, мой путь, может быть, и мне не надо становиться пророком, да, но, по крайней мере, я уже от жизни получаю сверху. Знания идут, вот, недаром они там, голодали, уходили в горы, в пустыню, да, чтобы получить знания, а потом их приносили в виде, там, каких-нибудь источников других, да, они получают больше, если вы идете снизу, вы никогда не сможете получить что-то сверху, но этот путь все равно нужно пройти. Вы знаете, если я, например, читаю книги, вот это никто не читает, по 6-7 раз одну книгу, пока я не внедрю из нее что-то. Если книга интересная, я начинаю внедрять, и тогда я из книги обхожу этот процент, и у меня получается процентов, там, 50, например, внедренной информации в жизнь. Понимаете? Мой нектор, он читает книги 21 раз, это не меньше далеко, я еще не такой мастер. Также и CD, я прослушиваю 6-7 раз там, семинары, если нужно, приду еще один раз, подошел, там, шоу, призна-то. То есть, понимаете, вот если вам это надо, то вы до сюда доходите. Откуда берется вот у мастера 300%? А дело в том, что, знаете, что наша Вселенная, она на самом деле не такая прямая, не такая логическая, как мы привыкли, что нам это все преподают в нашем обществе. Мы начали нас настроение с того, что, в принципе, общество немножко у нас входит в некоторые рамки. Согласны? Если мы эти рамки обходим, мы получаем гораздо больше. Есть такая система в золотом сечении или числа фипаначи, мы слышали, да? Слышали? Ну, грубо говоря, есть такая математическая линейка, где каждое следующее число является суммой предыдущего года. Вот. В общем, один плюс один равно два, два плюс один – три, потом пять идет, потом восемь, потом двенадцать, потом двадцать один, ну и так далее, до бесконечества. И, как ни странно, в эпоху Возрождения, когда обнаружили вот эту вот вот как это за? Прогрессия, математическая прогрессия, да? Оказалось, что она везде в нашей жизни наблюдается. Вы не поверите. По этой форме и рисуется логографическая спираль. Что такое логографическая спираль? Это когда у вас на горизонтной сетке вот так, давайте, например, один, один, потом два, потом три, потом пять, потом восемь, потом тренадцать. И соединяемся к цветочке. Получается вот такая вот спираль. Она, оказывается, присутствует везде в нашей жизни. Вообще, в принципе, мир так устроен. Мы много ее знаем про дуализм мира, Плохое, хорошее, теплое, горячее, бог, дьявол и так далее. Но помимо этого есть на самом деле биологическая вот такая вот спираль, которая в нашей жизни присутствует везде. Вселенная закручена вот так. Если вы посмотрите, как ракушка у улитки закручена, она так же закручена, вы видите. Если девушка с длинными волосами, на мушке волосы, вот так вот их назад встряхнет, у нее брызги будут рассеиваться именно по вот этой логарифмической спирали. Понимаете? Вообще во всей Вселенной так происходит. Когда делали пирамиды, их изобразили, вот эти пирамиды в Гизе, Они изображены вот в этих относительных точках. Вот здесь находится сфинкс. Понимаете? И так далее. Тут еще был храм, еще собор, там всякие были находились, сейчас просто это все удалено, там какие-то подземные еще, если слышишь. То есть уже древние люди это знали, они в эту систему вписывали свою иерархию знаний и даже архитектурное сооружение. Потом появились в середине века практика золотого сечения и многие используют вот эти отношения. Если одно число, то следующее поделить на предыдущее, получится золотое сечение. Примерно 1,165 соток, что-то такое, я уже не помню. Вот эти пропорции, они часто используются везде. Спичный коробок, например. Почему он такой удобный? Почему его форма прожила так много лет? Потому что у него одна сторона. 5 сантиметров, другая 3 сантиметра. Тогда придумали первые айфоны, у них тоже было сочетание 8, 13 и 8, по-моему. Вот такие они были. В общем, математики, дизайнеры, они это знают. Человек тоже так создан. Посмотрите витривианского человека у Леонарда да Винчи. Там полностью все его тело делится многократно на вот эти пропорции. Даже вот наши пальцы. Вот 1 сантиметр, 2 сантиметра, 3 сантиметра, 5 сантиметров. Каждая косточка практически повторяет вот эту логарифмическую спираль. То есть мы все практически можем вот в нее как-то завернуться. И так же и идут знания к нам. То есть если это, например, единица равна 100% знания, еще раз 100, тут уже будет 200, тут уже будет 300%. То есть если мы живем по природным законам, а мы, как раз, учим Академии Альфа ТОП именно по такой системе развиваться, то вы будете получать знания гораздо больше, чем просто на какой-то книжке или на каком-то одном из семинаров. Согласны? Нравится натосистема? Первую руку немножко спустим вниз и поправим себе шею ближе-лиже. Сама ничего не делай. Есть много методов, как поправить позвоночник в шее и тот же самый Атлан. Вот. Достаточно мягко, да? Без агент. Некоторые пугаются, говорят, ой, ты мне голову сверешь или еще что-то. Давай на другую сторону. В принципе, понимаете, при должном уровне подготовки могут вот так стоять. Хоть там, не знаю, за лестницей или как-то. И то же самое делать. Слышали? Хоть с этой стороны могу сказать. Это? На плечо и голову резким движением. Ну, оно достаточно резкое. Растягивающее. Да, растягивающее по спирали, идущее вот так. То есть, опять же, спиральную технику мы используем. Понимаете? А когда мы поворачиваем голову стоя... Давай, встанешь? Сейчас мы... Да, одевайся. Кого-нибудь другого попросим. Стоя, кто хочет попробовать? Раздеваться не надо? Не могу. В одежде. Раздеваться не надо. Да? Да. Не было болевых ощущений? Вот так. Нормально, комфортно, да? Вот, смотрите. Опять же, движение на шею. И то же самое позвоночек атланта. Берем и крутим голову вот так вот. Если дать обычному человеку вот что-то такое подобное сделать, то он будет ее... Не, не мешает. Он будет ее гнуть в эту сторону. Либо по диагонали туда вот в пол, понимаете? Да, да. Все неправильно. Потому что он не знает нашу вот эту систему логарифмической спирали. Знаете, как идет взмах самурайского меча? Самураев. Дайте-ка, подобное мнение. Сейчас найдем. Вот, например. Во-первых, идет вот в пятки, да? Сзади ноги. Теперь смотрите. У меня работает весь корпус. У меня нога включается, да? Каждое сочленение. До бедра, тела, рука пошла, предплечье, кисть. И только потом меч. Понимаете? Вверх разворачивается в этой спирали. То же самое мы делаем с головой человека. В конце, да. В итоге что получается? Импульс-то. Импульс находится на кончике. Не на локте, не в дереве, да? То же самое с поворотом шеи и головы человека. Мы представляем, что у него продолжается некоторый вектор от макушки, да? Как меч самурая. И мы движение делаем по вот такой вот спирали. Понимаете? Это вот нельзя объяснить, что это просто диагональ. Это не диагональ. Это именно вот такая спираль. Вот диагоническая спираль. Я вам говорю, вы будете получать у меня больше, чем 100% знаний. То есть мы берем упор в плечо. Вот он, кстати, я закрепил с вами телом, да? А голову я кручу вот туда. То есть вот так вот. Если хотите, можете попробовать прямо сейчас что-то подобное сделать. Хруст здесь не обязательный, но если хотите, я могу. Будем делать. Да, обязательно. Да, чтобы голову на месте встало. То есть можно добавить вот специальное движение пальцами. Возьмите уже. Вот еще. Вот видите, мы уже с этой стороны прохрустели и раскрепостили вот эти вот сухожилия, которые привязаны к нашему косточку к позвоночнику. И мы их отодрали. Это не позвонки хрустят. И это не вправление грыжи, как многие говорят. Это совершенно другая процедура. Можно делать, конечно, гораздо быстрее. Ой, теперь расслабляйтесь. А после этого головы около окружения там или что-нибудь так доникает? Да. Возникает, особенно тех, у кого были закупорки забиты сосуды, забиты каналы, энергетические, и... ну, только с энергетикой связаны, да? Идет мгновенно наполнение мозга и кровью, и кислородом. Кислородопменение, так называемый, человек просто дуреет вот такое. И иногда отключается, в обморок падает. Это не страшно. Это буквально пять секунд, я вас к этому готовлю, чтобы вы не боялись, потому что идет перенасыщение мозга информации. Вы представляете, сколько тут было блоков? А знаете, сколько мозг получает информации, или должен получать, он так устроен, по каждой клетушке организма. Вы даже не представляете, это недавно открыли, когда... ну, эзотерика же все увлекаются, знаете, чакры, там, всякое такое. Это же против науки идет классической. И только 15 лет назад они открыли, что оказывается, есть такие тончайшие нервные волоски, электромагнитные даже волоски в теле человека в 100 раз тоньше нашего обычного голоса, где на узловых моментах у них получаются энергетические такие сгустки. И они как раз анатомически совпадают с теми самыми чакрами, про которые обычно рассказывают эзотерики всякие. Ну, чакры, да, это условное название. Причем, у них там как бы в русской традиции одни, в индийской другие, в китайской еще там какие-то, в ультамской там еще. Их, на самом деле, очень много. Их не семь, как обычно там трактуется везде, да? Так вот, по ним энергия не проходит. Человек напрямую с космосом не связан. Я просто очень коротко быстренько рассказываю. И, соответственно, он недополучает количественной информации. А вот эти вот волоски, про которые я говорю, они идут, вот представьте, от мозга до каждой клеточки, до каждого органа нашего организма. Электроник туда посылают и обратно. И это происходит ежесекундно, даже в какие-то доли секунды информации о всем организме. Сколько у нас клеток? Там не то, что триллиона, там, биллионы какие-то, да? По количеству. И мозг наш контролирует каждую из них. Контролирует, как туда вошла молекула воды, внесла определенные микроэлементы, вытащила оттуда, как эта клетка развивается, есть в ней вирусы больная, она не больная. У нас только вирусов в организме около миллиона. Представляете, как это все контролировать надо? И вот если эти все волоски посчитали соединить, вот на каждом 1, да? То расстояние, знаете, какое получится? Никогда не угадайте. Ну, предположите хотя бы. Расстояние получится 300 раз от Земли до Солнца и обратно. Представляете? Если солнечный луч со скоростью света, это 300 км в час, идет от Солнца до Земли, сколько он идет? 8 дней. Помните физику? 8 дней только свет идет. Поэтому ученые говорят, мудрецы, что быстрее скорость, ну, быстрее всего в мире. Что-то там, скорость света. Нет, скорость мысли. Представляете, сколько раз организм ежесекундно то же самое расстояние проделывает, проверяет. И поэтому если у него есть энергетические закупорки, он недополучает эту информацию. Если у него есть физические закупорки, спазмы, миозиты и так далее, он опять же недополучает какую-то информацию. Он блокирует эту руку, она у него отмирает. она у него онемевшая или еще какая-то, понимаете, мозг отключает, он недополучает эту информацию. И когда мы все это отпускаем, все это освобождаем, то получается, что мозг просто зашкаливает. Он как компьютер, понимаете, от перегруза такой и отключился. Потом, конечно, приходит в себя, все-таки это не компьютер, это гораздо более совершенная система. Мы поставили на место. Расслабься, расслабься. Не страшно, да? Уже ничего не страшно. Ничего не делай сама руками. Ничего не делай. Просто висят, висят спокойно. Висят, висят. Выдохнули. И расслабься. Мне тут прекрасно слышно. Там, ты не знаю, все слышно, да? Давай левую коленку вверх. Выше-выше. Да, для симметрии сделали с другой стороны. Главное, видите, это же попустил. Главное, она не испугалась. сама ничего не делай. Ничего не подавай. Ничего не делай. Можно вообще вот маневрировать. Когда вы что-то обладаете чем-то, можно сделать это и одной рукой. И поднимаю ногу справа. включать танго. Туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп. Туп-туп-туп. Так, сейчас поднимаю танчики. Догон. Ха-ха-ха. Понимаете? О чем я говорю? Умения происходят с практикой, неважно. Давайте еще покажем. Можно страйк у нас где-то? Что сделать? Страйк себе? Нет, на себе. У меня, допустим, нет только силы, сколько у вас, а мужчины такие есть. Что делать? Сделать сидя, лёжа в этих случаях, так как можно. Ну а как бы по безопасности? Никак, нет однозначного ответа. Понимаете, только вы подбираете для себя. Вот мы и сегодня делали. Чувствуешь, как у стороны разбирала? Ага. Теперь, если мы делаем опор, какой-то конкретный позвонок, мы можем... Нет, здесь расслаблено. Нет, здесь расслаблено. Вот, пока я не делал, честно говоря, у меня тоже прокрутило. Так как себе его просто кое-что вставил. Но он себе в одну сторону хрустнул, а в другую нет. Да. У меня смещение, да. Тиатланта смещено? Ну, раньше было, сейчас я давно распроявлял. Потому что у меня передавление постоянно идет. А, с лёгой стороны передавлено, да? Ну, слабо, смещение? Да. Оно есть, да. Опять же, методами пальцев вы точно никогда ничего не скажете. Я тоже тебе не гарантирую, что я там что-то проверил, да? Это просто предположение. Конечно, нужно к специалисту приходить с рентгеном. А еще лучше с МРТ-диаграммом. Вот. Ну, давай тебе немножко тоже его поставим. Клади голову на руку мою. Вот, смотрите, а если бы я был ниже роста? Угу. Вот такой я бы вот так сделал. Слышали? А если я дорамотно специалист не оценивался звук, то я могу посадить на стул. Способов вообще немероятного количества. Мне даже не представляете, сколько можно вот такого платить. Вот это был атлант, понятно? Человек не дождался. Ушел. Вы все попали. Да, и если вы меня слушаете сейчас, я вас такому научу, что вы ни в одной школе не научитесь. Я слишком много училась. Достаточно? Нет, даже голова захужилась. Вот видите, о чем я и говорил. Пошла информация. Пошла информация, да. Я даю всегда больше, чем вообще знания сами себе представляют. Вот написано, например, видео, аудио или видео. Понимаете, вы получаете энергетическую связь со мной. У меня руки магические. Я даже вот, ну так же, как вы видите, бесконтактный массаж говорю. Так, почему я поговорил? Почему я хотела сказать тебе? Это я говорю к тому, что это ваш выбор, как вы получаете знания из этого мира. Есть некоторые координаты такие, которые упрощенно я называю быть, делать, иметь. Слышали про такое? Там часто такое говорят, но не договариваюсь. Вам уже повезло, потому что я скажу больше. Обычно человек думает, вот я буду сначала что-то иметь, тогда я стану кем-то быть. И тогда я буду что-то там делать в своей жизни. И он думает, так, ну например, я хочу стать бизнесменом. Мне нужен для этого начальный капитал. Вот когда я его буду иметь, тогда у меня будет свой собственный бизнес. И тогда я буду, а буду проводить окна. Понимаете? И как он действует в итоге? Да, он может быть сделал этот кредит, может еще что-то. Потом квартиру продал. Чего? Потом квартиру продал. Да, да, да. Какой-то секретарь что-то нанял, офис снял, кожаная мебель везде. Вот с этого начинается, понимаете? Но некоторые думают, хорошо, эта система неправильна, давайте действовать по-другому. Например, я сначала буду делать, тогда я буду что-то иметь или будет, давайте быть. Ну и так, и так нужно, по всякому любому. И тогда я буду иметь что-то в жизни. Ну и как? Вот так вот наше классическое образование на этом и акцентируется. То есть, сначала ему говорят, иди на производство, будь подмастерьем, действуй, делай, делай. До мастера ты растешь, там квалификацию получишь. Потом специальность, потом еще что-то, еще что-то. И тогда он думает, ага, а вот когда я стану, например, руководителем отдела, я буду иметь там такую же оплату, туда-то ездить, какие-то цепки буду ходить. И человек как-то для себя будет строить место такое, да? А в итоге проходит 40 лет, он попадает на пенсию. И в итоге у него это иметь, откладываться, откладываться, откладываться вообще на неопределенный срок. И он попадает вообще в кабалу. Представляете, какую я вот вам формулу такую придумал, когда 40 делим на 40 и получаем минус 40. Это имеется в виду 40 лет работы по 40 часов в неделю. И получаем на 40% меньше, ну, пенсию, грубо говоря, да? Чем тот параличный минимум, когда мы когда-то были и когда делали что-то в жизни, да? Ну, это же не логично, это же, наверное, несправедливо, да? Несправедливо. Несправедливо? Согласна. К этому идти несправедливо же, да? Тогда человек думает, а давай я сначала буду быть кем-то, да? Ну, например, я стану, там, профессором. Потом я буду что-то делать. Ну, например, буду преподавать, да? Вот, стану там тренинг, допустим, да? Потом я буду иметь тогда с этого что-то в жизни, какие-то дивиденды, что надо иметь, да? Ну, там, финансовое, внимание, ну, для того что? Какого-то славы, там, что-то, квартиры или что-то. Такая это жизнь, да? Здоровье. Ну, как правило, потом он все делает, он уже здоровье теряет на этом этапе. А более того, в этой системе не хватает еще одного секретного элемента. Отгадайте, какого? Все про него знаете. Но я вам подскажу. Не хватает буквы З. Знать. Нам общество так говорит. Иди учись, станешь профессором. Иди учись, попадешь на хорошую должность на работе, да? Знание силы, нам говорят. И так далее. И в итоге это все выливается в некоторый обман. Самообман. Потому что человек вязнет в этом знании. Ну, куда его тут поставить, например? Впереди, сзади. Ну, чтобы быть, обычно ставить знать вот здесь, да? Чтобы стать профессором, тебе надо прочитать сколько-то книжек, сколько-то девяти прослушать. И тебе все это дают, 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 пичкают, пичкают. Человек вроде знает, знает, знает. А в итоге он ничего не знает. Это самообман. Большое знание – это бессилье. Все вот эти учебники, где знание силы, надо зачеркнуть. Это все неправильно. Это социум нам это навязывает. Вам не надо столько знать. Два дня я где-то обучился, и я знаю больше, чем любой тренер, который преподает. Понимаете? Связь с пророком? С чем? Связь с пророком. Нет, у меня прямой связи нет с пророком. Ну, да, кое-что ко мне приходит просто случайно. То есть иногда не надо знать, а надо просто применять и получать из жизни. А в этой системе человек начинает знать, 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 знать и загоняет себя вот такой спиралью вниз. Понимаете? Он уже не решается кем-то быть, а тем более делать. Вы понимаете? У него получается философствование, что он кто-то есть. Все профессуры в институтах, вы спросите там в институте экономики, а сколько ты зарабатываешь? Ты же экономикой преподаваешь, про деньги вроде все знаешь. Он зарабатывает меньше, чем студент. Понимаете? Это вообще логично, это укладывается в его знания, в эту систему. А человек получается, где мне один тибетский монахт сказал, что у каждого есть предназначение в жизни Слепить свои 100 пельменей. В чем 100 пельменей? О чем? А вот именно об этом. О том, что все знают, как слепить пельмени. Кто-нибудь думает, что это сложно? Никто не думает, что сложно. Это элементарно. Что там тесто намесил, закрутил мясо, да? Но у вас пока вы не слепите их в 100, у вас они будут то комками, то пересоленные, то разваливаться, то кривые, то такого размера, то такого. Вы никогда не попадете в то, что получает тренер, уже слышали. Потому что человек, он за этими знаниями предполагает мнимо, кем он есть. В итоге, такой человек, он, например, интересуется кулинарией, да? Вот я сегодня похож на пол, давайте возьмем эту тему. Он все прочитал про всякие блюда. Он очень любит кулинарное шоу смотреть. Он очень любит все знать из книжек, такие постельные, дорогущие книги покупает. Ему кажется, что он все знает, но он себе, блин, яичницы сам не делает. А если попросить его плов сделать, у него будет ступор между вот этими. Вот как он все делает. Потому что он возомнился, он гуру, все знает. А опыта нет? А опыта нет, да. Это именно с опытом. И что получается? В итоге, у него плов опять то пересольный, то еще какой-то. Он все знает вроде и про помидоры какие-то брать. Какой плов готовить? Аджарский, китайский, узбекский, тверский и так далее. А в итоге, он будет делать, у него не получится, и он боится этой ошибки. Вот чего боятся люди, понимаете? Они боятся оступиться, потерять. Но по-любому страх присутствует. Ты же, люди как бы, они пельмени. Будем бороться с вашим страхом отдельно. Ну что, нужно как бы, да? Майус позвоночника, да? Вот, смотри, как классно получается у тебя. Пожалуйста, до конца, да? Как лучше, вот почему. Раз, два. Смотри, какие усилия хорошие. Я бы сказала, что сильно боишься. Тебе так кажется. Молодец. Этим не надредишь совершенно. А давайте не надправим. Раз, ближе. Потому что у Наташи есть что. Вот он практически готовый массаж в четыре руки. А мы еще работаем в шесть и восемь минут, как вы тоже практиковали. Смотри, смотри. Теперь ладно. Я специально наступаю тебе на ручку. Только под позвоночника не стоит странироваться. Смотри. 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 Отлично. Не страшно? Ну, не страшно. Отлично. Теперь двое я немножко поразминаю. Ставим здесь. Пальчиками. Каждый пальчиками. Медленно. Медленно. Подвигаемся. Давай. Вот так. Раз, так вниз. Раз. Еще. Ну, это сложная техника. Это применение исполнительного массажа. Отлично. Я уже забыл. Юля-то раньше делала, да? Да. Раз. Два. Смотри. У тебя руки правильно борются. Хорошо. Поставлено. Аж четыре. Тоже тогда у тебя получится. Что же это такое? Ну, вот ей кажется, что она может навредить. Вот так. Честно говоря, я не знаю, как такой массаж может навредить. Да. Вот небольшой нюанс. По поводу навредить, вы не представляете. Везде там, как бы, когда приходите в другую школу, сразу дают такой список целый. Во-первых, он не делает. Как это называется? Близенька так не заделась. Да. Те случаи, когда не заделась массаж. Но по факту, принести пользу человеку гораздо проще, чем ему навредить. Конечно. Навредить, иногда еще надо постараться. У меня даже в голове иногда накладывается, что же я такое могу сделать, чтобы навредить. Я уже и такое… Ну, признак качественных заболеваний. Пристоковщенные раки наверняка нет. Ну, конечно, да. Это надо просто понимать, что да. Если там у человека какая-то явная травма или ожог, там просто в этих признак не надо делать. То есть все познается логически. Не надо для этого какие-то институты заканчивать. Вы сразу видите, да. Если там рак у человека, можно спросить, он вас сам об этом предупредит. А все остальные случаи, наоборот, можно. Можно делать. Где взять клиентов, я вам уже рассказал, на пляже. У меня это просто получилось. Есть такая поговорка у Олега Аллафа Будвина, что если рядом с вами есть человек, и у него есть спина и шея, то у вас потенциально уже есть клиенты. Понимаете? Если вы молчите и делаете со своим родственниками что-то, значит, вы что-то либо не договариваете, либо не объясняете что-то. Тем, что услугу стало хорошо. Это всего лишь маркетинговые ходы, которые мы тоже попадаем. И у нас на эту тему будет у меня вебинар. Как вообще разговаривать с клиентами, как их вообще больше получать, как их приучить и привлекать к себе. Понимаете? Нету ни одного маркетингового способа неправильного. Кто-то говорит, визитки не действуют, они не работают. Кто-то говорит, там сайт, мы открываем, не кладем в него деньги, а это там потерянные деньги. И так далее. Вот многие на этом могут как бы останавливаться. Попробовали, что-то получилось и останавливаться. Фактически надо всё тестировать, поменять текст, изменить форму подачи, изменить какие-то там профессиональные шаги, изменить слова, изменить какую-то там эмоциональную нагрузку, понимаете? И тогда оно бы сработало. Обязательно. Люди боятся. Люди боятся сделать следующий шаг. Они пришли, и тоже самое в фрональную терапию. Пришли, ой, он это больно сделал, и всё. Ещё и они боятся этих терапевтов. Лет, наверное, шесть или двенадцать к нему не ходят. Слушай, один раз чё-то там было больно. Фактически надо сделать следующий шаг. Прийти и сказать, чтобы он исправит. То есть, если шей по его на эту сторону, значит, пойдём в другую сторону. Понимаете, это всё механизм, всё решается. Нет нерешаемых вопросов. Нет нерешаемого того, что вы не можете найти клиента. Они всегда есть. Я вам приведу пример с пляжем, да? Конечно, я не пишу и всё сразу мои приятные места. Но в процессе разговора уже, понимаете, они спыли за что-то. Они потом стали появляться. Значит, вам надо к правильному принципу. Ты должна чувствовать идею, и ты не будешь его бояться. Научим. Я согласна, да? Ну и так далее. Нет нерешаемых вопросов. Видишь, что ты потягиваешь и стерадочек, да? Стерадочек, да? Стерадочек, да? Возможно. И вот когда ты почувствуешь, что она расслаблена, тогда ты можешь делать какие-то нерешаемые коллекции. Здесь ты тоже становишься. Становишься неедленной, но ты его чувствуешь. Видите, всем телом давит, даже на человека. При этом безопасно и без болезни всё такое сих пор. Как ты будешь человеком, который в два раза выше меня? Толще меня и так далее, да? Там всё можно сделать. Все страхи решаемые. Пожалуйста, ты чувствуешь, что я встал? Слова, признаю. Сижу спокойно, свободно, слабо. Моё тело и её тело. Я вошла на ней. Вот, я на ней. Я не просто на ней. Ты чувствуешь разницу, где напряжённая рука, а где рука, которая в тебе? Она не то, что мягкая, она с тобой одноценно. Войди в неё так вот, как мягко. Вот спиди. Всем телом, войди на ноги. Видите, ухо, пятки. Ноги, пальцы. То же самое, как восточники и на борт. Все те же самые правила. Может кто-то это уже где-то слышал и видел, но не знал, как это применяется в данном комплектном случае. Тяжесть, тяжесть тела. Медленно до ушла. И вот так вот просто на практике вы приобретаете на руки. Вдох, Наташа, прямой. И выдох. Сколько ещё по времени надо искать? Вдох. В принципе, мы уже заканчиваем. Я не знаю сколько времени. Вдох. 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 Ну вот ещё минут 20-30 мы заканчиваем. То же самое. То есть вот как ты чувствуешь, начинаешь тело, что оно никуда не денется. Оно нормально, не комфортно, оно очень. В общем, так же? Да, похоже. Ты боишься очень. Не надо бояться. Ты должна слиться с телом. И ну все, кто будет делать коррекцию, у тройки кажется легко, вот эта шея, она ваша, она такая же, как ваша рука. Вдох. И выдох. Против. Вот. И вот идёшь туда, по внутрь вот. Совсем. И немножечко. На расслаблении. Подогреваете. И вот когда ты будешь ощущать его, да? Хорошо говорить. В тайских, да? Процедурах, в стяжках. Ты с ним не будешь валяться. И это нужно. Практика. Чем раньше начнёшь, тем быстрее. А остальное вот учитель. Техника. Техника. Лёгкое. Движение. И всё. В определённых направлениях. Ничего сложного. Ничего. Главное делать. И понимать, что ты делаешь точно так, как тебя учат. У тебя всё хорошо получается. У тебя хорошо получается делать так, как тебе говорят. А это самое главное. Повторить. Я не буду говорить про свои истории. Когда я ещё курсы не закончила. И ко мне принесли из старника парализован с нижними конечностями парализованного. Мужчина, который упал. Я на него смотрела и думала, ну блин. Пока в больницу довезут, там уже будет инвалид. Потому что отёчность такая будет, что всё как всегда. Вытяжки, уколы, авокады. И я сказала, я знаю. Во мне есть знания моих преподавателей. Очень хороших. Кто-нибудь писали книгу Штили в детстве. Белое. Профессор Белое. Виталий. Преподаватели наших профессоров. И вот я сделала так, как меня учили. Точно так. После этого он устал. Ну конечно боялась. Я постепенно посадила. Потом давайте вставать. Так он у меня сплясал матросский танец и смачительно упал рядом. Потому что он уже падает. Это была такая вот практика очень серьезная. Вот это он немножечко расслабился. Все помыть, расслабиться и знать. Только практика. А преподаватели есть для того, чтобы рассказать, как расслабить шею, как я расслабляю. Вы сами её будете расслаблять. Вас будет точно так же расслаблять. Ну пожалуйста. Выдержка идем. И поворот. Туда-туда. Понимаете? Выдержка. Кто-нибудь хочет прямо сейчас попробовать вот такой поворот шеи сделать? Нет. Ничего сложного. Кому-то? Вот два пальчика. Сюда. Туда. Никогда не делал, да? Два. Понятно? Или тебе. Ты будешь чувствовать свои рука. Кто хочет довериться? Унышка. Вот папки на вами все. Девушка с очень психически относятся к моему. Скептику. Мы работаем со скептиком. Девушка с очень психически относится к моему. Чем больше у вас надавилия, тем больше можно с вами работать. Есть надавилия? Давайте с вами тогда. Она уносит все. Уберёт. У тебя все хорошо получается. Не знаю, что ты не жена. Ну вот я закончу, да. Откус своего массажиста. Тело даже не стоит. Слово. Слово. В общем, это даже 7. Слово. 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 Вы самое главное доверите. Там у меня есть видеоролик. Кому-то только научился, раздавил свою шею, но когда не подумал. Вообще я был счастлив. Все было нормально. Ты сможет доверить? Я не уверенна. Боже мой. Те, которые проделись. Я думаю, у меня есть. У вас чувство, есть доверие в кого-то нет? Я вообще не знаю. Но это вообще. Я не знаю. Это не мужчина. Я не знаю. Я работаю в женском плане. Ты знаешь, как раздавляешь женщин. Ничего. Потому что я. Я не знаю. Я не могу сказать, что ты сейчас посетил, что ты должен выйти. Ну, нет. У меня склоп, он просто... Дальше, ну, корректирует. Да. Очень. Я ловлю, что это сделать. Вот так там уже все с лаплосками. Теперь сама с раствором, просто передайте. Так, под рукой пытаемся поменять, нахуй, всю расслабость. То есть, насколько она... А вы, видишь, на голову, не будем чувствовать, никаких резких движений не будем делать. Просто почувствовать, делать, ну, есть, там, вот, знаешь, так, и внутренне. А чего вы говорите? Когда все уже не зарасывало, все сразу нельзя. О том, что оно изначально направлено. Да, не могу. Тогда смотри вверх. В космосе. Включай информацию с космоса. Тебе, в данном случае, мозги не нужны знания, а сейчас не нужны. Я даю ее в космосе. Напрямую, правая, тарачатка. И если она полностью расслабилась, значит, все здесь. Прямо... Положенцы, проверяйте себя. А мы до конца идем. Хоть послушаем. Но это же вместе, честно. Да. Я думаю, не только вы. Мы тоже же это чувствуем. Положи вот эту луку под дворами, да? Да. Подожди. Не, не расслабь, не расслабь, не расслабь. Поставь вот чашу. А где-то вот стой. Еще раз давайте. А вот эта вот дарственную чашу с какой-то драгоценностью это есть. А ты же положи туда под дворами. Самая главная драгоценность для нас это что? Вот видишь, по этому она тебе доверяет. Если бы лидер по кодыпку дал, конечно, это будет другой способ. Не правильно. Сейчас будет полностью. Она тебе доверяет. В другую руку положил вот череп. Мы создали такую чашу. Мы создали такую чашу из своих рук, да? Которая покоится сейчас в ее череп. Да. Просто проверяй ее подвижность. Что? Подвижность? Просто проверяй подвижность. Ничего-то сейчас не надо специально критического делать. Вот видишь? Чтобы поставить на наш катлан, сегодня нужно всего лишь тоже поставить всего лишь. Так их расслабил. А ты положи свои руки в мою руку теперь. Спасибо. Я ничего не делаю. В мою руку даешь? Просто натанцую. Давай, присадайся. Хорошо? Хорошо. 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 Вот. Видишь? И можно присоединиться сюда. Что? Технологии. Моносоклана. Видите? Это вполне доступно. Это нам будет кажется, что в сопротивлении все эти страны. Хотя семейки надо делать нам. Алилосы на здоровье. Это кажется, что в этих фильмах вы насмотрелись, а у вас больше вот этого обневерия в себе, да? Что у вас подбородок и вверх. Да, подбородок и вверх на себя. Да, подбородок и вверх на себя. Да, думаю. Ничего резко не надо. Ничего резко не называется. Просто проверяй. Вот сейчас. Ты не смогу же полностью рассказать, как мы делаем. Давайте просто понять, что здесь будет. Давай смотри вверх. Понял. Хорошо. 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 Мы даже видим, что мы делаем. Вот. Ну, это не резко, а в любом случае резко. Ну, в принципе, было без обидности, да? Довольно, вот видишь. Да. И невольно, да? Если вы просто согласитесь, пойти и прощите с нас об этом до 24 часов. А там что-то писали мне? Серьезно, что ли? А, я же сразу позвонила. Мы предупредили с нас заранее. А, началось. Ну, блин, так-так. Просто удобней себе. Это глобальная банка и, соответственно, на 12 часов. То есть плюс еще полторы тысячи выэкономить – это 2500 экономия. А если вы нас предупредите до 24 часов понедельника… Можно я сегодня предупрежу прямо? Можно меньше? Да. Предупредить сегодня. Можно месяца часов. А у вас уже несколько. Да? Да. Которые работали, работали на имя. Да. У нас сейчас… Без предложения тогда звучит. Да. Соответственно, если вы допали денег, то еще меньше цена. Это будет 7 тысяч рублей. Ну, уже, наверное. Ну, да. Пригибного, да? Я не знаю. Такое падение цен на других, почти, что нигде не преследуется. А здесь, соответственно, будет сколько? Еще тысяча. Один тысяч. Да. То есть, у вас 3500 в вашей экономике. Ну, наверное, журмал. Да? Ну, наверное, журмал. Да? Ну, если вам и это дорого, вы можете на стриме сейчас называть «Как заработать на массажных технологиях». У нас технологии, господавцы, и вы на них можете зарабатывать, на массажных технологиях изначально. У нас есть оплата 5 тысяч рублей. Конечно. Минус 2, соответственно, минус 2. 9 тысяч рублей. Получается ваша экономия 5500. Ну, уже около больше, чем грейси, да? Это при одномоментной оплате на мастер-классе сегодня. Итог. Вот здесь. Одно, одно, не, ну, ты, но. То есть, здесь вам надо просто оставить депозит, чтобы вы забили эту цену за собой. Не понятно, что не у каждого везда, да, там уже здесь, 15 тысяч в кармане. Ну, как бы 500 или 1000 рублей оставляйте, чтобы мы понимали, в какой сумме вы хотите пойти, и по это, и по это, и по это. Какой скидок получить. Если у вас сразу есть деньги, вы можете оплатить сразу за 5000, но только сегодня и только сейчас. При этом фокус в том, что это вы не просто оплачиваете тренинг, а вы получаете вот такой вот инвестиционный купон. Я его называю. По сути, это билет на наш тренинг, но если вы посмотрите, у него нет даты, у него нет адресата. Да, просто написано, тренинг какой-то, то есть не в день. У него есть только печать и номерной знак. То есть это билет без срока выдачи, и это ваше, не просто авансирование ваше будущее, это ваша инвестиция, которую вы можете приобрести сейчас, а потом, как можно будет, перепродать по любой другой цене по этой системе. Вы посмотрите, эти цифры все у нас есть на сайте, и вы можете просто как партнер, например, приобрести, ну грубо говоря, вот смотрите, 4 билета, да, по 5000, это сколько, 20000, да, а продать вы можете по 7000. Это значит с каждого билета вы по 2000 имеете, значит ваша выручка будет буквально там за один день сколько, 8000 рублей, да? 8000 рублей это 40% прибыль. Где вы видели 40% за одну акцию, за одну транзакцию? Массажист международной категории, спам-мастер, физический реабилитолог, на сегодняшний день с Олегом преподаю в профотопе и готова продемонстрировать свои техники и методики, обучить вас этому за минимальный срок, период, так сказать, экспресс-методом, именно то, что актуально, то, что очень хорошо и быстро применяется и эффективно, без воды. Поэтому вы можете прилечь на кушетку, снять только вот эту верхнюю одежду, даже в вашем цвететке, да? Пока вы готовитесь, давайте я вам еще одну заманиловку, да. Ну пока готовьтесь. Просто я скажу, что вот мы выдаем сертификаты по прохождению, то есть с ними может трудоустроиться вот такие красивенькие они, но единственное, что, конечно, экзамен надо сдать. Те, кто идут на наши эти процедуры, они попадают в постоянную систему дисконтов. Ну, например, мы выдаем вот такие вот купоны. Это не доллары, не рубли. Это просто такой дизайн купона, который на номинал этого купона дает вам скидку на любое следующее наше мероприятие. Плюс к этому, естественно, тут присутствует масса, ну, походите сюда, сюда. Масса всевозможных аудио-видео, материалов, которые вы дополнительно получаете. Вы также получаете, те, кто пришли сегодня на наш мастер-класс, да, снимать бонусы, которые вот там вот летят, потом подойдете к этому, и получаете вот эту книгу. Вот эту вот книгу, оставьте свой e-mail, я вам ее по e-mail вышлю. Как заработать на массажных технологиях? Да. Она есть в печатном виде, где-то рублей 350-400 стоит. Ну, зачем вам лишние деньги переплачивать? У нас все бесплатно. Это для вас пришлется вам по почте. Вас как зовут? Лена. Лена, да? Ну, я вообще автор разных вот методик, книжек, CD-дисков. Так что все это вы получите по почте. Очень много, пока я расскажу, техник есть, которые делаются в одежде, не раздеваясь. Есть, возможно, энергетические техники, когда мы даже бесконтактно воздействуем на человека и оказываем лечебный эффект. Есть даже такие техники, когда мы на расстоянии, нескольких метров даже воздействуем на человека. То есть не надо воспринимать массаж как, в прямом смысле слова, месим тело, да? Это, на самом деле, достаточно распространенные техники, разнообразные. Как я вам сказал, мы работаем и с аурой, и с душой, и с энергетикой организма, и с разумом, и с психикой. Ну-ка, спасибо, пацанам. Зарубите одежду. Зарубите одежду. Зарубите. А у бородов? Нет, конечно. Регулируется. Все. Вот. На сегодняшний день мы будем сейчас показывать технику, а вы будете чувствуете, как можно работать через одежду, через простынь. Есть такая китайская методика китайского массажа, анимо, массаж через простынь. Интересно. Очень классная, да. Я не могу сказать, что я вам сейчас прямо ее всю продемонстрирую, но, в принципе, она проводится через простынь или в одежде. В основном через простынь. В переводе. Когда человек накрывается простынем, и массирует. Здесь немножечко разные будут приемы использоваться, не только чистая анимо. Так сказать, импровизация на тело. Успокаивается человек, приготавливается к процедуре. Мы можем его погладить, расслабить, чтоб тело было расслабленное, спокойное. Потом мы немножечко в таком трансе сейчас будем успокаиваться, привыкать к прикосновению специалиста, к рукам. Здесь немножко прохладно, поэтому не раздевая, без масла, мы немножечко расслабимся. Да? Послабились? Вот. Отлично. И начнем легкими проминаниями воздействия мануальными практиками. Легкими-легкими такими проминаниями тела и мышцы. Расслабляем. Расслабляем. Мышечный корсет. Акупрессор, так называемый. Но не по точкам, а по мышцам. Мы как бы их растягиваем и расслабляем. Где наша музыка в восточном стиле? Акупрессор, так называемый. Взять мой. Я сколько оставлю. Акупрессор, так называемый. Акупрессор, так называемый. Хорошо. Не больно? Я знаю, что лежать всегда на демон процедуре напряженно, поэтому расслабьтесь. Сейчас мы сравнируем и посыпаем. И висходит. И висходит. И висходит. И висходит. Такое место. Это вкусно. Увечет. 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 Можно не тише, а так нормально, потому что сейчас будет бамбуковая процедура, после чего опять же мы закончим руками. Бамбуковая ударно-вибрационная методика, как в четыре, по две руки и дать в четыре. Это делаем массаж, значит он может разнообразить, как и приемы, как и в технике. И расслабление, и ощущение, и оздоравливание, и наполнение. Мы расслабляемся. Представляем себя на каком-то голове, это действительно классно. Бамбуковая ударно-вибрационная методика Бамбуковая ударно-вибрационная методика Бамбуковая ударно-вибрационная методика Продолжение следует... Продолжение следует...